Был такой год в Печорах, когда, значит, это было в 17 веке, где-то 1634 год, когда 1500 человек погибло в Печорах, практически все население было, это 87%, почти 90% населения Печор именно от моровых поветрий, в то время назывались эти эпидемии, да, я звонил, они назывались моровыми поветриями. И иногда очень большой, и вот эти все люди, по всей видимости, они хоронились в братских могилах, потому что каждого отдельности хоронить не было на возможности. Ну и не только здесь в Печерах хоронились, но и хоронились также на городском кладбище впоследствии. Ну и поскольку все военные события, которые проходили здесь, все-таки 150 осадных посположений, вот война Стефана Батория здесь, вот когда погибло 40 человек во время штурма, все они, конечно, приносились в пещеры, сюда, и хоронились в некоторых комнатах, или вырывались целые ямы, и там братские могилы. Так вот, когда мы ремонтировали эти стены, которые осели немножко, то иногда под стенами мы находили большие пустоты, по всей видимости, вот эти самые братские могилы, потому что мне вот рассказывали ребята, когда они пытались пробить дно, и лом тяжелый ушел туда, полностью ушел, они его найти не могли. Но они не стали там дальше углубляться, а подвели туда раствор, укрепили вверху и внизу укрепили, чтобы стена ниже не уходила, поэтому туда насыпали песка, вот это с улиц пещерных, потому что когда мы вырываем сейчас, раньше этот песок весь уносился, а потом, а сейчас, сейчас тоже он частично там уносится, потому что сейчас редко очень в пещере, это в самих стенах хоронится, только там в редких, в исключительных случаях хоронится старцы. Пещер Кушкина, здесь по поясам Петр Стефанов, сын Кушкин, вот на фамилии Пушкин, значит одна буква отбита, а здесь, за этой керамидой, это очень, значит, как сказать, древние предки Александра Ивановича. Здесь похоронен лето 7108 год, 1600 год, в декабря в 22 день представился раб Божий Иона Пушкин. Вот, один из предков, ну вот перед нами, это гроба, ну, два, три, полтора, а там дальше, в несколько ярусов, находятся гробы, которые с 1700 года, со времен Петра Фировой, в декабря, покоятся. Вот многие, конечно, из них облетшали, многие русские, это давление верхних гробов, нижних, вот, большого. Конечно же, значит, мощь истлевает, но остаются, остаются только косточки тех людей, которые здесь похоронят. Еще раз, какой бы он грешник не был, то монахи его отмолят, и его душа будет спасена. Поэтому многие стремились, и многие даже до сих пор стремятся, но сейчас, конечно, по-моему, здесь только братья, братья, здесь в регистрии охраны. За иконой вот этой воскресения Господа нашего Иисуса Христа здесь находится вход в старое братское кладбище. Здесь расположено, это двухъярусное кладбище, самый нижний, самый древний уровень этого кладбища, где находятся все захоронения, это 16-го, в основном 16-го века, начало, середине 16-го века, там, конечно, похоронены все в кладбище. Очень много встречается маленьких гробиков, это детские, по всей видимости, захоронения, потому что в то время очень много умирало младенцев, и медицина была, конечно, не на таком уровне, хотя люди и крепче, чем мы были, потому что многие из них могли подвязаться, живя в таких пещерах, но, тем не менее, многие младенцы, которые умирали, были похоронены здесь, были похоронены здесь, в пещерах. Вот, здесь изображена, не зря эта икона, здесь, сошествие во ад Господа, это тот момент, когда Господь телом висел на кресте, а душа Его вместе с Его Божеством спустились во ад и вывели по пророчеству, которое было известно всем ветхозаветным праведникам, вывели, значит, Господь вывел души праведников и привел их в Царствие Небесное, потому что до явления в мир Спасителя никакой праведник, никакая праведница не могли попасть в Царствие Небесное, только заслугой Господа Господь ввел человечество в тот самый рай, откуда были изгнаны первозданные Адам и Ева. Собственно, здесь они изображены, с этой стороны изображен ветхозаветный Адам, праотец рода человеческого, с этой стороны изображена пра-матерь Ева. Откуда произошел? От одной пары людей. Собственно говоря, сейчас современные ученые подошли к тому, что в действительности все люди произошли от одной пары людей. Библия говорит о том, что это были Адам и Ева. Наука еще не знает, кто это такая, но знает доподлинно, что судя по всем признакам, по набору хромосом, о том, что существует и хромосом, и у хромосом, и о том, что невозможно было никак по-другому, то есть это передача наследственным путем всех признаков, говорит о том, что все люди произошли от одной пары людей. И вот здесь праотец Адам, пра-матерь Ева, Господь выводит их из ада, потому что Он давал, а в Библии в первых страницах там есть пророчество, о том, что семя жены сотрет голову змея, и о том, что Адам, который утрачил первозданный рай, то он вернется в этот рай впоследствии, когда явится в мир великий праведник, Сын Божий, который и спасет, спасет всех желающих этого спасения, спасет всех, потому что без воли самого человека, конечно, спастись невозможно, бывает. С одной стороны, здесь изображение Иоанна Претеча, который незадолго до этого был казнен Ирогом, обезглавлен, и душа его спустилась в ад, и проповедовала о том, что явился в мир спаситель мира Христос. Там же изображены ветхозаветные пророки, это царь Давид и Соломон, которые и в псалмах, и в своих всех творениях проповедовали, и иносказательно говорили о том, что явится в мир Сын Божий, который избавит человечество от вечной погибели, от рабства дьявола, от рабства греха, и от ада, от вечных мух. И вот в Библии есть слова о том, что после того, как Господь пострадал на кресте, после того, как поколебалась земля, после того, как разорвалась завеса церковная, многие телеса святых восстали в Иерусалиме, явились многим. Впоследствии, по всей видимости, эти люди, эти праведники, они явились даже в теле, то есть душа их вернулась в тело, возвестила, но впоследствии они опять бегли на свои места и опять уснули. Но уже души их переселились из ада, уже переселились в райские обители. Здесь изображаются двери адские, которые Господь силой Божества расторгнул. И все стихиры, которые поются в Великий Петлок, Великую Субботу, они говорят о том, что ад, он желал бы, конечно, поглотить Спасителя, когда Господь скончался на кресте человечеством Своим. Он желал бы поглотить, но сила Божества была такова, что он исторгнул от своего чрева душу Спасителя вместе со всеми праведниками. То есть, великое пророчество, которое было, оно и сбылось. О том, что Господь принес искупительную жертву на кресте, и ад уже не мог удержать праведников. Здесь, конечно же, Господь явился впервые, явился в нечуженном образе, в образе простого проповедника, в образе простого человека и раба. Второе будет пришествие Его во славе, когда каждый из нас тоже воскреснет и явится на страшный суд Господний. И все те люди, которые похоронены здесь, в пещерах, в этих гробах, в этих пещерах, они тоже выйдут и отсюда, из этих пещер, и тоже явятся. Но как это будет, это известно пока что только одному Господу. Но тем не менее, все пророчества, которые были и есть записаны в Откровении, в Апокалипсисе, они все сбываются. И многие частные пророчества, и общие, они все сбываются, и они не приложены. Но единственное, человек не знает, как это будет. Но известно будет абсолютно точно, что это все сбудется. Как преподобный Илона начал копать этот храм. Он начал копать прям, можно сказать, с фасада, который представлял собой песчаный кальон. Он, выровнявший этот фасад, стал несколько ходов углубляться вглубь этой горы песчаной. И выкопал он пять ходов. Один алтарный ход и четыре хода, которые являются притвором храма и самим храмом Успения. Затем здесь, когда он прокопал дальше вглубь, он сделал большой свод, и это являлось основным Успенским храмом. Как вы видите, он сам по себе небольшой. Здесь может поместиться 50, больше 100 человек. Первоначально он был вот такой обрезанный. То есть там дальше углублять, это уже стал преподобный Корнилий. Это он сделал там престол Антонио Феодосии Киево-Печерской. Потому что сначала деревянная церковь Антонио Феодосии существовала, но она сгорела. Она была на самом верху этой горы, в которой находится Успенский храм. Первоначально был выкопан этот Успенский храм. Впоследствии он был расширен. Естественно, толщина стен здесь несколько метров, потому что это песчаный плотный. Он вручную выкопан. Впоследствии, конечно, они были отштукатурены, покрашены. И до сих пор мы красим, их периодически обновляем. А уже первоначально, конечно же, делалась алтарная преграда, которая представляет собой тоже несколько колонн. Соединенных, сделанный полукруглый вход. Здесь как диаконская дверь, здесь как царская дверь. И первоначально вот этого иконостаса, ажурного, не было. Это Елизаветинский иконостас, Елизаветинское, Елизаветинское время, был сделан одним из насельников нашего монастыря, монахом. Он вырезал его несколько лет, потом он золотился и сделал вот такой вот ажурный иконостас. Первоначально здесь были иконы, написанные и самим преподобным Корнилием, потому что он владел иконописью, и затем другими иконописцами. Но те иконы пострадали от нескольких пожаров, которые были и вследствие разорения Пскопичевского монастыря, и были вследствие каких-то таких военных действий. Вот несколько раз этот храм горел. Эти иконы, они собраны в разное время. Это списки вот с икон Умиления Божьей Матери Владимирская, потому что у нас Умиление Псково-Печерское, она прославилась еще начиная с 16 века, и прославилась она как защитница Печорского монастыря, как защитница города Пскова и всей Псковской земли. Иконы святителя Николая с чудесками, спасителя. А вот эти верхние иконы, они заменяют собой пятиярусный иконостас, который обычно делается в русской православной церкви. Но поскольку вы видите, что это храм пещерный, то иконостас здесь повторяет очертания вот этих сводов, которые были выкопаны в горе. Здесь царские врата, они изображают собой как бы ствол дерева, а там кроны изображаются. Вот вместо этой кроны, это находится в центре крестное древо, распятие, и здесь изображаются и апостолы, и пророки ветхозаветные. Они соответствуют тем рядам иконостаса, которые бывают в обычных храмах. Здесь вот ветхозаветные пророки, которые пророчислили о Божьей Матери, о Спасителе. Это один из рядов иконостаса. Здесь вот в Деисисе есть такой ряд иконостаса. Вот мы когда в Срединский зайдем, я вам по-подробнее расскажу. Это тоже один из рядов. А здесь праздничный чин, здесь 12 праздников изображаются. И они разбили здесь вот на три части. Ну, уникальность этого храма и заключается в том, что он все-таки пещерный храм, только вон руководит. Впоследствии, когда пришел сюда игумен Корнилий, он был избран на наместников и настоятельных монастыря, ему было 28 лет. Пробыл он 40 лет на своем наместничестве. За это время он выстроил несколько каменных храмов. Он выстроил и подворье во Пскове, и в Москве было открыто подворье. И затем сделал и звонницу, и ризницу каменную сделал. Братские корпуса построил деревянные. Многие из них, конечно, не сохранились. Вот Благовещенская церковь, затем ризница сохранилась, и затем ризница с притвором, и колокольня. Это времен преподобного Корнилия Псков-Печерского. Здесь же в этом храме находится и мощь самого преподобного. Давайте пройдем. Продолжение следует...